Вы смотрите телеканал Россия, меня зовут Алексей Вершинин и это значит в эфире шоу пятеро на одного! Щедрая программа, где можно заработать кучу денег, не вставая с дивана. И сегодня с нами играют Евгений Попадышвили, Кристина Кретова, Андрей Урган, Евгений Рыбов и Александр Пушной. Я особенно рад приветствовать Кристину, прекрасную, великолепную валерину. Ждали тебя. Приму Большого театра. Ну, поправлю вас, ведущую солистку Большого театра. Ведущую солистку Большого театра, хорошо. Ну и исполняющую все сольные партии. Вот, аплодисменты Кристине. Да. Кстати, не так давно ваш муж приходил сюда к нам. И что, победил? Вот, кстати, вы проиграли тогда или выиграли, не помните? А он вам не рассказывал сам, кстати? Он не помнит. Ну, раз вы пришли... Очень понравилось, сказал, что все было очень быстро. Хотел бы еще разок. Про ведущего говорил что-нибудь? Сказал, очень умный. О, вот, пожалуйста. Да? Кристина, я вам сейчас расскажу вот еще что. У нас есть такое проклятие пяти мужчин. Мы заметили, если нет ни одной девушки среди вот звезды пятерки, то всегда проигрывается финальный раунд. И вот, кстати, в прошлую субботу было лишним тому подтверждением стала программа, которая там вышла. Проиграли финальный раунд. И поэтому сегодня мы начинаем нашу игру с минимально возможной суммы. 20 тысяч рублей. Женя, я думала, ты талисман программы. Слушай, видит бог, я старался. Ну что, будем исправлять ситуацию. Посмотрите, Кристина на эти лица. Ну, разве... Вот, вот, я ровно про это. Но! Раз вы здесь сегодня, значит, все пойдет по-другому. И финал наверняка уже будет... Иначе быть не может. Совершенно иначе выглядит, чем в прошлые разы. Хорошо. Еще раз аплодисменты Кристине. Ну и ладно, аплодисменты всем пятерым. АПЛОДИСМЕНТЫ Начинаем первый раунд. Поехали! Коротко расскажу, что будет происходить. Сейчас компьютер случайным образом выберет телезрителя. Он с моей помощью задаст вам вопрос. У вас будет 4 минуты на то, чтобы попытаться найти правильный ответ. Три подсказки могу вам дать. 20 тысяч рублей на кону. Что еще? А, ну вы задаете любые наводящие вопросы, а я отвечаю, да или нет. Внимание на экран. Узнаем того телезрителя, который первый сыграет против вас сегодня. И играет с вами Ольга Иванова, 40 лет, город Пересвет. Ольга профессиональный переводчик с итальянского на русский и обратно. Увлекается горными лыжами, воспитанием двоих детей и мужа. Ага, интересно, ладно, так. Не-не-не, Женя, браво, браво. Но когда к женщине браво... А, мужчина браво. Да, мужчина браво. А как раз итальянский язык пошел. Я вот как раз начал спугался, а сейчас я расслабился, все хорошо. Ольга планирует потратить выигрыш на радости жизни. На Дольче Виту, да? Внимание на экран. Первый вопрос нашей сегодняшней программы прямо сейчас. Поехали. Поехали, поехали. Как называется самый длинный деревянный пешеходный мост России, находящийся в городе Киржач? Зе мост, тот самый мост. Нет, просто мост. Просто мост. Мост, да. Нет, нет. Самый длинный, да? Самый длинный мост, да? Он называется путь в бесконечность. Дорога в никуда. Дерево жизни. Одно слово. Одно слово. Это одно слово и мост еще. Вот, все-таки прилагательное. Да. Бесконечный. Нет, нет, нет. Любимый. А то, что он деревянный играет, особую роль. Да, в общем, кстати, нет. Нет, только то, что он длинный, да? То, что он длинный, это есть в этом прилагательном? Нет. Самый длинный деревянный. Это прилагательное. Это прилагательное, да. Прилагательное мост. Ну, погнали. Оно ласковое? Нет. Грубое? Нет. А цензурное? Да. Так, это по-твоему, да? Да. Да что ж, мой длинный. Есть какое-то иносказание, то есть слово употребляется... У него нету, там другая логика его топонимизации, я бы так это назвал. Это логика связана с мостом? Э-э-э-э-э-э... Да, и нет. Очень сложно. Надо перефразировать. Это кривой мост. Нет, он не кривой, вот же он. Привой мост? Смотри, он вполне себе. Это жук. У нас есть первая подсказка. Что у жука? У жука. Что? Жука, лапки. На чем он лежит? Где он? На тарелке, по-моему. Нет, это просто... И он увеличен, то есть это какой-то короед, видимо, или что-то. Так, колорадский. Нет, это не колорадский. Короед, да? Так. Какой-то древесный жучок. Майский жук не так выглядит? Да, да. Древесный жучок. Это не сказка? Кристина, версия. Со сказкой связана? Майский жук не так выглядит, нет? Нет, это не майский мост. И не колорадский. Не колорадский мост. Связан с какой-то сказкой это. Сказкой? Нет, нет, нет. Жучиный мост? Какой? Жучиный? Жучиный мост. Нет, нет, нет. Кир жучиный? А что у жучи? Нет, нет. Жужащий. Это прилагательные. Хитиновые покровы у него есть. Это прилагательное связано со звуком? Жужащий мост. Ну, очень отдалён. Нет, даже вот не ходите куда-нибудь. Не летящий мост. Не расковыряйте. Летящий. Нет, не летящий, нет, нет. Ползущий. Не ползущий. Может быть, кора. О, что это? Штамп. Штамп, да, печать. Штамп, имеется в виду, что такое банальное, да, имеется? Ты подсказку сейчас разгадываешь или что? Да, подсказку я разгадываю. Я уже больше, что я вопрос. Банальный мост, да, или что? Подожди, пробковый? Нет, нет, имеется в виду. Из печати, и то, из чего делали печати. Прилагательные имеют отношение к материалу? К материалу? Нет. Имеют отношение к месту расположения моста? Нет. Имеют отношение... Ну, точнее, да. Но я бы на вашем месте это не разгадывал, потому что это невозможно так дойти до этого. Ну, так же. Ну, сургучный. Не, ну, то есть это имеет отношение к реке, к воде? Нет, не имеет, не имеет. Не имеет, не имеет, не имеет, не имеет. И к размеру не имеет отношения. И к размеру не имеет отношения. И то, что он деревянный, тоже в этом прилагательном не отражено. Не отражено никак. А то, что он длинный? И то, что он длинный, в общем, тоже не отражено. У нас есть третья подсказка. Так это царь-мост. Нет, не имеет отношения к тому, что он длинный. Книжный червь. Червь тут имеется в виду? Нет. Имеется в виду печати. Что в печати может быть? Набор шрифта. Так, наборный мост. Не наборный мост. Буквенный. Не буквенный. Азбучный. Азбучный. К буквам имеет отношение? Ну, отдаленно, да. К книжке имеет отношение? К книгопечатанию скорее. Так, неплохо. Типографский. Это совершенно правильный ответ. Только это прозвучало от Александра Пустова. Типографский. Типографский, да? Ну, я уже кричал. Молодец. Тогда у меня к джеку сейчас вопросы. Браво. Покажите ответ на экране, затем я все подробности вам дам. Типографский мост совершенно верно. Да, догадаться без подсказок невозможно. И наши прекрасные подсказки дали вам возможность все-таки правильно ответить на этот вопрос. Сейчас мы проявили себя прям вообще. Команда. Команда. Команда, да. Я считаю прекрасно. Играли. Почему? Кристина. Кристина вдохновлялась. Вообще, мост был построен меценатом Евгением Федоровым для того, чтобы сократить путь рабочим типографии от дома на работу. И обратно, соответственно. Длина моста 55 метров, полкилометра примерно. Кстати, могу сказать, что вот у всех же есть здесь дипломы о высшем образовании, я думаю, да? И вот все дипломы... Дипломы что-то хорошее сказал, да, о нас. Ну, я надеюсь. Не факт, но все дипломы о высшем образовании в нашей стране печатаются именно на этой типографии. До сих пор. И сейчас. Да. Если этот мост рухнет, новые дипломы о кодах не смогут просто доставить свежие дипломы, да? Если этот мост рухнет, то и рухнет образование в нашей стране. То есть все наше образование в стране держится на деревянном мостах. Что очень символично, да. Хорошо, смотрите, три гениальных, простейших, элементарных, прозрачных. Я много прилагательных еще могу здесь подобрать. Подсказки у нас были для вас. Вот первое только вызвало у вас, я так понял, затруднение некоторое. Это кто? Ну, видимо, жук-караед все-таки. Жук-караед. А как его еще называют? Типографский. Да ну ладно, нет. Типографский мост. Я чувствую, вы не знаете это название. Это жук-караед-типограф, он так называет. Мы слышим об этом, спасибо большое. Первый раз, серьезно, вы не слышите, что караед-типограф? Нет? Ну вот это только мы не знаем, все остальное... Хорошо, допустим, ладно. Вторая подсказка. Ну здесь у нас... Ну печать. Печать, штамп, типографии обычно... Ну типография, это не имеет типографии. Отдевки, да, букв на книгу. Ну не так прямой, это конечно не такое. Называется это печать. А когда показывают книги, это уже книга-печатание. Книга-печатание. Это уже следующее. Вот это в третьей подсказке. Как раз прозрачнейшей у нас и было. Пожалуйста. И тут вы и дали правильный ответ. И в банке у нас после этого раунда... Покажите. 40 тысяч рублей. Долларов. 40 тысяч рублей. Так. Ну почему бы нет. Второй раунд. Прямо сейчас поехали. Что происходит во втором раунде? Все то же самое, что в первом. 4 минуты, 3 подсказки, 20 тысяч рублей на кону. Есть одна особенность в этом раунде. Это раунд... Фотовопрос. Совершенно верно, Евгений. Да, раунд фотовопросов. Внимательно смотрим на экран. Сначала выберем телезрителя. Играет против вас... Ольга Барейкина, 32 года. Город Орнес, Норвегия. Ого. Да, география нашей программы ширится. Среди хобби Ольги лошади, гольф, разведение декоративных птиц, путешествия, коллекционирование монет и старинных брошей. Вот зачем ей 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей. Она пишет нам. Смотрите, смотрите, Ольга пишет. Выигрыш хочет потратить на своего коня. Так это Норвегия, Леш. Это Норвегия, да. Это Норвегия. Напомню, это раунд фотовопросов. Внимательно смотрите на экран. И постарайтесь ответить. Что это? Шкатулка. Время. Ночной горшок. Нет. А может быть это мыльница? Нет, не шкатулка. Это запирается на замок? Кажется, да. Нет, замка там нет. Это туалетная принадлежность? Нет, это... Что имеется в виду? Нет, нет, нет. Мыльница? А, нет. Нет, это не мыльница. Из этого едят? Из этого не едят. И пиво из нее не пьют? И пиво из нее не пьют, нет. Там что-то хранят? Ну, можно так сказать. Это прибор? Может быть, это что-то для еды? Еду хранят? А, можно так сказать. Это не тепла, еды, нет? Это там хранят еду? Нет, не контейнер для еды. Но не для человека. Похоже на табакерку. Похоже, да, чем-то похоже на табакеру. В этом готовят? В этом не готовят. Уже готовую еду, в этом, соответственно, куда-то. Куда-то вешают? Правильно вот тут за ручку взял? Нет, не вешают. Просто держалочек? Да, вот так прямо вот как. Она какая-то петля, и больно. Она открывается крыжа. Это как крышечка. Это для детей? Это не для детей. Открываешь и пользуются люди? Ну, можно так сказать. И едят, как тарелку, да, из кожи? Нет, нет, нет. И не пьют пиво, как мы выяснили, нет. А там что-то, что надо есть? Нет. Нюхать? Нет. Смотреть туда? И смотреть не надо. Первая подсказка есть. Смотреть это тоже не надо. Очистки кидать? Грибы собирать. Это когда ты ешь, туда скидывать остатки еды. Очистки. Очистки. Нет. Давай вот нет. А кости? Не кости, нет. Может быть, подбородочек так ставят, и когда ты кушаешь, стекает. Это плевательница для стоматологии. Плевательница, да, нет. Это с детьми не связано, потому что дети? С детьми не связано. Они на пикнике. И на это мы намекаем здесь. А, или это грибы? Это для какого-то хранения, для долгосрочного хранения чего-то. Нет, нет. Лепестки туда складывать надо. Что? Лепестки. Нет, не лепестки. Так. А что-то складывать? С грибами связано. Да, ну мы выяснили уже. С грибами связано? С грибами не связано. Это отходы производства? Так, да, можно так сказать. Во время готовки туда что-то скидывают? Нет, не во время готовки. Во время уже прямо еды? Вот даже не во время еды, а... Когда собирают еду. Во время чистки чего-то? Нет, не во время... неприятная это пепельница это не пепельница вот когда поел а хочется еще поесть а уже невозможно можно так сказать это мусор для уборки чего-то не пыль еще подсказка руки мыть не руки мыть что-то объедки со стола ту не объедет крошки совершенно правильный ответ да 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 еще эту штуку в народе называют молчаливый дворец потому что дворецки ходят и от накрошили тот что там да а тут просто раз сам смел молча абсолютно уволил всех своих конечно да бессиле потом скажешь мне я возьму себе смотрите три подсказки первое что это крошки дети крошки не а что они собирают просто собирают да а еще помните например ну при желании можно так подумать гензель и гретель по хлебным крошкам там при желании сейчас не будем уходить да но но вдруг как бы если вы читали сказки то могли бы читать еще спроси когда я сказал насчет дипломов по бывшему образованию я прям мне кажется авансом уже такой выдал там прям вторая подсказка довольно прозрачная по моему кристина сразу сказала что что-то собирают уборка убираются да вот реснички наклеили только с присутствием фотографа обязательно так и третье она мне понадобилась тем не менее мы готовили вот тут прям мы так это не партия это ответ есть такая примета так что когда ты собираешь крошки со стола рукой в руку в руку так так это к чему не знаю еще деньгам наоборот к анти деньгам а анти деньгам бедности долларом собирать в руку крошки нельзя подойти такая примета и вот теперь жители как ходить поэтому все до салфеточку что-то другое и молчаливый дворец кристина видимо ваши флюиды вот распространяются здесь на эту на эту пятерку на всю вашу звездную и да 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 и два вопроса два правильных ответа как говорили в одном известном фильме две торпеды две цели вот когда молодцы я говорю молодцы да да честно прям признаю по итогам второго раунда у нас в банке покажите сумму 60 тысяч рублей но впереди полный интриг третий раунд и будет играть только один из вас кто именно узнаем через несколько минут не переключайтесь это пятеро на одного это пятеро на одного мы снова в эфире прямо сейчас третий раунд один один в этом раунде предстоит играть только одному из вас кому именно решает телезритель внимание на экран выберем этого телезрителя или телезрительницу пожалуйста елена абрамова город нижний новгород сейчас сыграет против кого-то из вас и елена с нами на прямой связи по телефону да елена здравствуйте слышите нас да слышу хорошо спасибо доброе спасибо вам что вы прислали вопрос спасибо что утром субботу сидите возле телефона ждете елена рассказывайте на что потратите выигрыш если сегодня улыбнется вам удача но он на поездку по россии так а куда например в костроме я еще не была костроме я была в костроме или волокду съездила бы с удовольствием но все вас тут центральная часть россии да я так понимаю интересно ну да я на дальнем востоке была и в сибири было вы прям путешественница елена я смотрю так хорошо вам не видно я вам расскажу передо мной здесь сидят евгений пакнышвили кристина кретова андрей ургант евгений рыбов и александр пушной с кем будете играть с кристиной кретовой с кристиной кретовой это ерунда ну что у нас новичкам то кстати везет елена так что не знаю не знаю а у пушного было проклятие третьего раунда он очень часто проигрывал ну ладно елена спасибо вам большое за то что прислали вопрос спасибо за то что пообщались кристина правило сейчас следующие все остальные вот все кроме вас молчат не подсказывают играете вы одна будет только 40 секунд и 4 минуты а 40 секунд и вот этих традиционных трех наших подсказок которых вы все время ругает тоже не будет тоже не будет 40 секунд и все очень быстро поняли как у стоматолога да раз и о зато быстренько все произошло и все случилось именно так готова кристина готова внимание на экран вопрос третьего раунда приема сейчас какой предмет гардероба альберт энштейн считал ненужной и самой бестолковой вещью время расческа пиджак нет очки нет гардероба гардероба нижнее белье нет майка все молчат обувь кристина не обувь еще близко я была близко ну да так 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 здесь нижним бельем связаны не 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 подштанники нет не по штанике термобелье еще не нет не что руки нет не брюки костюм спальни костюм все молчат последние секунды ночнушка не ночнушка нет еще 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 не смокинг не смокинг и мы поздравляем елену абраму 20 тысяч рублей отправляются ощущение что они все знали мужчины давайте носки конечно носки 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 евгений сразу на скидывают время разбрасывают теперь понятно да если почему я хочу ко всем женщинам нашей страны теперь вы понимаете почему мы их разбрасываем везде даже альберт энштейн считал что как бессмысленная вещь а вы к нам подтаскиваете и подтаскиваете ладно я вот рядом рядом было очень хочу сказать что если вдруг она потратит свой выигрыш на поездку в москву я обязательно приглашу в большой театр о по елена зачем зачем вам кострома приезжайте в москву еще и бесплатно сходите в большой театр нас не бесплатно за 20 таким образом кристина хочет обратно получить двадцатку просто нас покажите правильный ответ на экране это носки альберт энштейн величайший в истории физик теоретик считал носки ненужной и самой бестолковой вещью которые к тому же постоянно рвутся поэтому он носил кстати высокие ботинки без носков чтобы скрывать ото всех свою эту странность а это фотографии это носки альберта энштейна который он не носил да так вот после этого раунда нас в банке сумма не изменилась там по-прежнему покажите 60 тысяч рублей а сейчас четвертый раунд все играют пятеро снова и благодаря кристине как мы все уже убедились играют до победы да так так будет да то есть не важно перехвалить не знаю почему сейчас чем это связано но в общем может и заболел может быть может быть потому что другого объяснения на тебя кристина влияет или так четвертый раунд поехали снова четыре минуты три подсказки 20 тысяч рублей на кону все пятеро теперь играете есть одна особенность в этом раунде телезритель сам задает свой вопрос но внимание на экран сначала выберем телезрителя играет против вас роксана файзуддинова 30 лет город екатеринбург роксана увлекается йогой и чтением а выигранные деньги хочет потратить на отдых у моря окей хорошая делать и то и другое хорошая цель да там можно и йогу и читать и еще кучу всего да хорошо внимание на экран роксана сама задаст вам свой вопрос чем был расстроен на церемонии награждение люксембуржец жази бартель победитель олимпийских игр в хельсинки 1952 году время чем был расстроен подняли не тот флаг нет он получил золотую медаль а до гимни тут сыграли опа вообще не сыграли в той тональности ну ну да 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 это правильный ответ быстро так а жена чем быстро пока на церемонии награждения это случается на самом деле достаточно часто бывает гимни тут просто ошибаются там не тот гимн а иногда специально как-то было случае со сборной на мы хотели еще там варианты чем был расстроен на расстроен что было голова желудок чтобы расстроить отсекать да набрасывать ну да ну в общем он выиграл но никто этого не видел потому что никто не пришел до судьи не пришли до судьи не пришли вот это все классно суббота у нас была такая вопрос телик сломался никто не увидел в этот момент там да совершенно верно ну покажите ответ на экране роксана сейчас сама все скажет отсутствием гимна люксембурга ну да рассказываю как все это произошло жази бартеля расплакался от обиды за свою небольшую страну люксембург дело в том что организаторы просто не могли поверить в то что представитель этой страны может победить и они даже не приготовили гимн люксембурга они не зарядили фанада и не там оркестр был тогда оркестр живой играл это 52 год там не было фонограммы оркестр всегда играл гимн в жиру изучили они просто не разучили они не разучили этот гимн глубоко неуважительный да да нет там плюс естественно все извинялись и так далее так далее был даже небольшой скандал но он сказал лучше деньгами джази расстроился и даже расплакался от обиды по расплакался вот прямо на пьедестале кстати по сегодняшний момент сегодняшний момент никто не джази бартель по-прежнему единственный олимпийский чемпион из люксембурга кто-нибудь вообще отключили кого государство участвует в других олимпийских играх или просто решили у нас да да есть но не побеждали пока не какой спорт ходьбы бег на 1500 метров бег на полтора километра круто что он не мог за нотами сбегать быстренько что ли пока готовили просто ребят смотрите как-то да да не ну мог на самом деле совсем красиво хотела это самое завершить ситуацию то мог бы акапелла сам спеть да кстати ну и не плакать в этом году хорошо у нас три подсказки были потому что мы же не знали что евгений рыбов как-то так легко и быстро это все вот так вот я знал вот так вот вот и давайте хотя бы на них посмотрим вот например первая подсказка я лично знал что он отгадает новый год настой так нет почему гимн страны исполняется вот вот андрей львович вот знает через сколько программа у меня будет такая же бурная фантазия приходи к фантазию невозможно переплюнуть кристина это мы уже поняли за эти годы вторая подсказка покажите ну понятно обычно гимн исполняется собственно или какие-то торжественные произведения да 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 третья подсказка да какая же она но поднятие флага обычно в момент звучит гимн но на таких акциях как как олимпийские игры во всяком случае в том числе и на олимпийских играх поднимается флаг в этот момент звучит гимн хорошо друзья хорошо легко и ненавязчиво до расправились вы с этим вопросом и это значит что у нас в банке теперь по итогам четырех раундов стала 80 тысяч рублей и опять же есть шанс есть какой-то шанс добраться до красивой круглой суммы нового порядка следующего порядка 100 тысяч рублей у нас за прогнозы обычно всегда отвечает евгений папанышвили доберемся до соточки сегодня я думаю что что да да хорошо когда-нибудь евгений давал другой ответ и вот не могу пятый раунд прямо сейчас мы продолжаем поехали пятом раунде вопрос вам задаст кто-то из ваших друзей или коллег это традиционный у нас раунд вопросов от звезды внимание на экран узнаем кто же с вами сейчас сразится играет против вас карина кросс и выигранные деньги она передаст на благотворительность фонд дом с маяком как-то давайте соберитесь потому что действительно это последний раунд в котором еще можно пополнить банк последний раунд сегодня внимание на экран вопрос от карины короткий простой что является символом удачи в англии время вряд ли клейвер четырехлистный нет это вот в ирландии может быть вороны которые живут они в товаре живут чашечка чая нет это растение да уже хорошо так уже хорошо сразу отсек когда говорит евгений что сирень нет это цветок это цветок это дерево да даже я бы сказал ну нет это кусты нет это кусты не кустарник можжевельник не можжевельник а что же есть это не дерево не кустарник но давайте так символом удачи является дерево нет трава нет 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 вот вот я прям помогаю это фрукт это не фрукт это орех 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 да все это не арахис это не арахис дук не фундук грех орех не грецкий орех миндаль миндаль не миндаль у нас есть первая подсказка да ну что господи что это нет нет вот это желудок это желудок совершенно верно да но это мне кажется это не подсказка это ответ да ну да дубовые бочки да одновременно как мы показываем желудок да надо да покажите ответ на экране до того как желуди стали считаться талисманом удачи они использовались друидами для ритуалов а также считались формой их национальной идентификации так ну для друидов желуди позднее они почитались как символы процветания духовного роста и молодости желуди используются как амулеты для защиты здоровья человека и сейчас кто был в англии могли видеть что у многих людей но не у многих но я вот видел значки в виде желудка на латте либо приколотая такая брошь да подсказки то давай или подсказки у нас да попытка первая просто англия нет ну да дубовые бочки дубовые бочки все это понятно сразу вы к этому моменту уже узнали что это дерево если бы это дерево не дошли вы бы тут сейчас ушли в коньяки куда-нибудь не так это те же дубовые бочки как ну ну согласен надо прозрачная подсказка для вот этого уровня команды вот это подсказка нет ну что вот это крестина совершенно правильно берет у нее видите пимпочка такая как у желудя есть как желудя на а это у него шапочка у желудя а в руках да свинья желудя есть да да третья подсказка ребята ну это легенды они свиньи они вообще всеядные но желудя это не их лакомство есть такой стереотип да что свиньи обожаешь а вспоминаем крылова свинья под 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 дубом вековым да да кстати опять же да крылов все это уже написано но что же версия да вы сегодня сыграли 5 раундов из них проиграли только один который назывался один на один все и забыли все остальное да все остальное выиграли и сейчас у нас в банке вполне себе 100 сбылся прогноз евгения 100 тысяч рублей через несколько минут мы узнаем эти самые 100 тысяч останутся в банке для следующей субботы для следующей программы или их заберет один из наших телезрителей финал совсем скоро не переключайтесь одного и прямо сейчас джек-пот разыграем финальный раунд ну что ж а финальном раунде мы разыграем все деньги банка все что вы успели скопить за сегодняшнюю программу начинали то с минимально возможной суммы в 20 тысяч но вот как-то добрались 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 до покажите до 100 тысяч рублей бывали бывали джек-поты и побольше но окей вот сегодня столько хорошо посмотрим на экран выберем того самого телезрителя который может сегодня стать богаче на 100 тысяч и это светлана спиридонова 42 года город челябинс светлана увлекается интеллектуальными телевизионными передачами любит историю а на деньги от выигрыша планирует свозить дочь и племянницу в санкт-петербург очень хорошо правило финального раунда коротко вам напомню о крестине расскажу каждый из вас сначала играет по 15 секунд начинаем с жени 15 секунд он играет один все остальные молчат вы не подсказывайте кристина все остальные не подсказывают затем вы играете 15 секунд 1 затем андрей львович женя саш пушной если вот мы до саши пушного дойдем правильного ответа ни от кого от вас я так и не услышу все вместе еще 15 секунд готовы да да финальный раунд внимание что получили арабские алхимики в восьмом веке когда искали эликсир долголетия время они обнаружили случайно какой-то элемент да ну не совсем не элемент с алкоголем да а спирт да 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 все опа 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 я же сказала талисман талисман красава красава Браво Качаемо ребята АПЛОДИСМЕНТА Женя Почему из множества вариантов ты так быстро пришел к спирту? Случайно, интуитивно. Просто совпало, да? Совпало, просто совпало. Как в том анекдоте. Это просто совпало. Покажите ответ на экране. Что получили арабские алхимики? Получили спирт? Действительно, все правильно. Кстати, кстати, если без шуток, это мощнейший антисептик, который помогает... Вот какие еще полезные свойства спирта ты знаешь сразу? Масса. Нет, то есть это правда? Слушай, в качестве спирта. Какое свойство не ткни, все полезные. Температуру, да, промазывают? Да, антисептик. Антисептик. Что еще там? Консерватор. Консерватор, можно, да, в нем. Не республиканец, консерватор. Впрочем, давайте уже быстрее закончим программу и пойдем к практическим занятиям. Именно, именно. Перейдем. Я знаю, там как раз Андрей Львович принес... Сколько семей разрушено. А сколько создало, Андрей Львович. А сколько создало, поскольку. А сколько людей появились на свет. Да, благодаря этому продукт. Дети, которые смотрят нашу семейную передачу, должны многие встать и поклониться своим родителям. Поклониться алкоголю. Да, 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 да. Хорошо. Действительно, арабские алхимики, ну, можно сказать, почти случайно, получили чистый спирт. И вот эту субстанцию они назвали алькахуль. Ага, алькахуль? Алькахуль. Алькахуль. И это вот сейчас... Это арабское слово. Да, алкоголь. Аль-кухуль даже. Там две У. Хорошо. Выиграли вы финальный раунд. Все-таки вот, да, я считаю, Кристина. Кристина, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Пришла девушка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И сразу, сразу все заработало. Финальный раунд, пожалуйста, остался за вами. И это значит, что следующую программу мы начнем не с 20 тысяч рублей, как вот что-то в последние разы все время, а со ста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А на этом наше шоу подошло к концу. И я напоминаю, что все выпуски программы можно найти на интернет-платформе «Смотрим». Ну а если вы хотите не просто понаблюдать за звездной пятеркой, а сразиться с ней, то, пожалуйста, присылайте свой вопрос на страницу смотрим.ру. Возможно, именно вы станете следующим победителем. Сегодня с нами играли Евгений Попадышили, Кристина Кретова, Андрей Урган, Евгений Рыбов и Александр Кушной. Я Алексей Вершини, это было самое смешное из интеллектуальных и самое интеллектуальное из смешных шоу на российском телевидении. Пятеро на одного ровно через неделю вот здесь же на этом самом месте увидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ